Почти в 40 странах мира уже обнаружили новый штамм коронавируса омикрон. Об этом сообщает ВОЗ. Такое распространение варианта может говорить о высокой передаваемости штамма. Нам нужно понять, передаваемость омикрона более высокая, чем в штамме дельта или нет. Ведь вариант дельта по-прежнему доминирует во всем мире, это важно иметь в виду. Нам нужно сравнить омикрон с дельтой, когда в мире циркулируют оба штамма. И нам понадобится еще несколько дней, чтобы получить эту информацию. Тем временем наличие нового штамма уже подтвердила Мексика. Заболевший приехал из Южной Африки 21 ноября. Симптомы проявились через несколько дней. Сейчас пациент находится на самоизоляции. Из-за первых случаев омикрона в столице Бразилии Рио-де-Жанейро отменили традиционное празднование Нового года. Большая вечеринка с фейерверками на пляже Копа-Кабана обычно собирает миллионы зрителей, как местных жителей, так и туристов. В этом году власти решили не рисковать. Пандемия коронавируса уже унесла более полумиллиона жизней в стране. В США новый штамм обнаружили в 17 штатах. Часть заболевших недавно приехали из Южной Африки. Но есть и те, кто заразился омикроном, не покидая пределы своего штата. Главный медицинский советник президента Байдена доктор Энтони Фаучи заявил, он настоятельно рекомендует делать бустерную дозу вакцины от COVID-19, даже если ее эффективность конкретно против нового штамма пока не доказана. Третья доза увеличивает уровень нейтрализующих антител против всех вариантов. Есть все основания полагать. Если вы сделаете прививку и бустер, у вас будет хотя бы некоторая степень перекрестной защиты. Весьма вероятно от тяжелого течения заболевания, даже вызванного штаммом омикрон. Страны Европы, которые переживают волну штамма Дельта, теперь тоже имеют дело и с новым вариантом. Уже несколько государств зафиксировали омикрон у своих жителей. В Германии канцлер Ангела Меркель в своем предположительно последнем обращении к народу призвала всех вакцинироваться и делать бустерные дозы. Меркель покинет свой пост. В среду ее заменит лидер социал-демократической партии Олаф Шольц. Мы находимся в середине этой четвертой волны пандемии. Ситуация очень серьезная, а в некоторых частях страны критическая. Переполнены отделения интенсивной терапии, тяжелобольные люди. Сделайте прививку. Неважно, первая это вакцинация или ревакцинация. Каждая вакцинация помогает. Она дает привитому человеку безопасность, по крайней мере, отличную защиту от тяжелого течения болезни. Сейчас в Германии невакцинированным жителям запрещено посещать спортивные и культурные мероприятия, торговые центры и рестораны. Власти также планируют ввести обязательную вакцинацию на государственном уровне. В столице Италии, Риме, ввели обязательный масочный режим на самых популярных улицах города. Ограничение будет действовать до 31 декабря. На этой территории вы обязаны носить маску. Также с сегодняшнего дня в Италии начинает действовать зеленый пропуск. Это цифровой документ, в котором содержится доказательство вакцинации, негативный результат теста на коронавирус или подтверждение, что человек ранее переболел ковидом. Такой пропуск нужен практически везде, чтобы попасть на работу, в транспорте, ресторанах, спортзалах. С субботы новые правила въезда действуют в Великобритании. Страна добавила Нигерию в банлист. Это значит, что из Нигерии в Великобританию могут въехать только граждане последней. «Мы также решили ввести обязательные тесты для всех пассажиров, которые въезжают в страну. Тест необходимо сделать максимум за 48 часов до отправления». Из-за новых карантинных ограничений в странах Евросоюза снова начались протесты. В столице Бельгии и Брюсселе сотни людей вышли на улицы в воскресенье. Страна переживает очередную волну пандемии, поэтому власти закрыли ночные клубы, рестораны и бары работают до 11 вечера, а детские сады и начальные школы уйдут на рождественские каникулы раньше. Полиция разогнала митинг водомётами. Протестовали и в Барселоне. Тысячи несогласных пришли на акцию против введения ковид-паспортов в автономной области Каталония. Похожие митинги также прошли в Нидерландах и в Австрии. Протест в столице последней в Вене собрал более 40 тысяч человек. Люди не согласны с карантином и планами власти ввести обязательную вакцинацию. Количество новых случаев заражения в стране начало стремительно расти в конце октября. Суточные показатели увеличились в четыре раза. Лиза Бакалец, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка. Вашингтон.